Дорогие друзья, добро пожаловать на очередной выписк передачи Case HR на телеканале WBC со мной, пока бессменным ведущим Константином Борисовым, основателем хатхантинговой компании Support Partners. Я стараюсь сделать для вас хорошую работу и привожу к вам интересных спикеров. Думаю, сегодня у нас получилось, хотя, конечно, это аванс. К нам пришел представитель одной из крупнейших российских компаний. Представляю вам Ларису Зелькову, вице-президента по персоналу группы компаний «Норильский никель». Здравствуйте, Константин. Спасибо. Добро пожаловать. Я слышал как-то от коллег в инвестиционном сообществе такое утверждение, что уж у «Норильского никеля» всегда все будет хорошо, все полезные продукты на бирже отлично продаются, вы, по-моему, золото еще выплавляете, у него еще отрицательная себестоимость, это вообще такой вспомогательный продукт сам по себе получается, поэтому, ну, у людей всегда все хорошо, какая эффективность? Вот, а тренд при этом, что все от Северстали и все горнорудные компании говорят о том, что эффективность, эффективность на каждом переделе. Расскажите, что сейчас из себя представляет «Норильский никель», а дальше перейдем к теме, ну, думаю, обозначим ее как эффективность. Знаете, можно поспорить даже с первым утверждением, на которое вы ссылались. К сожалению, «Норильского никеля» не все так шоколадно, как думают коллеги по цеху периодически, поскольку, если посмотреть на конъюнктуру последних нескольких лет, то наши цены упали на самые низкие показатели за последние 20 лет. И конъюнктура наша биржевая чудовищная, если сравнивать ее еще с 50-летним прошлым. Поэтому разговор об эффективности для нас не случайен, поскольку никто не знает, что нас ждет в будущем. А если посмотреть, что происходит на других товарных рынках, взять хотя бы ту же пресловутую нефть, то кто мог подумать еще несколько лет назад, что цены будут такими, какие они есть сегодня. Поэтому для компании, с одной стороны, всегда было и есть понимание, что у нас крайне устойчивый бизнес, поскольку нам действительно повезло с точки зрения качества наших запасов, которыми мы обладаем и которые мы разрабатываем. Да, подтвержденных запасов у нас там по разным металлам от 30 до 50 лет. И это очень серьезная подушка безопасности. Но, конечно же, мир вокруг, а также потребители и вообще потребление наших продуктов меняется. И за последние, например, 20 лет, если посмотреть, как мы использовали никель, палладий, медь, платину, золото, которые мы производим, то, конечно же, революция в использовании этих металлов случилась. Их нужно теперь больше или меньше? Их нужно теперь по-разному. И это самое главное, что случилось. Потому что теперь гораздо меньше потребителей используют наши металлы, например, для целей создания сверхпрочных стали, что было популярно в эпоху больших войн, в эпоху создания крепкой брони, не только в Советском Союзе, везде. Понятно. Известная история про то, что, например, у Гитлера в фашистской Германии не было никеля, который мог бы быть добавлен в создание сверхпрочных стали, и поэтому наши советские танки, например, были более прочными, чем немецкие. Нужно прекратить продавать на Запад этот самый никель. Но с тех пор все сильно поменялось, и больше никто не меряет важность нашей продукции качеством брони. Сегодня она востребована, как правило, в высокотехнологичных областях, начиная от производства различных топливных и, я бы сказала, зарядных элементов, до новой энергетики, до катализаторов. И это совершенно другая маркетинговая история, которая, безусловно, еще раз говорю, для нас крайне стабильна, но, смотрим на цены, они очень низкие. Поэтому для нас сегодня разговор об эффективности – это не дань моды. Как, условно говоря, в учебнике менеджмента тебе расскажут о том, что ты должен делать для того, чтобы твой бизнес был успешным, для нас это не просто теория, для нас это, к сожалению и к счастью, одновременно такой абсолютный вызов. Понимаю. А расскажите о том, давайте зрителям расскажем, что такое норильский никель, вот в смысле численности, количество производств, вот что это за бизнес? Норильскому никелю много лет. В прошлом году мы отметили 80-летие, наше первое производство появилось в конце 30-х годов, одновременно в Норильске, на Таймыре и на Кольском полуострове, это Мурманская область. Сегодня мы очень большая горно-металлургическая компания, в которой работает больше 80 тысяч человек, на тех же наших двух основных производственных площадках в Норильске и на Коле. Строим новый горно-обогатительный комбинат в Читинской области, это будет медное производство. То есть норильский никель уже вышел за пределы своего традиционного такого ареала? Ну, норильский никель, надо сказать, выходил за эти 80 лет в разные географические направления. Последняя история, которая у нас была и которую мы успешно закрыли, мы приобретали, как и все российские горно-металлургические компании, зарубежные активы. У всех это оказалось не очень хорошим приключением. И у нас это тоже оказалось не очень эффективным приключением, потому что покупали мы на пике цен. Это было в начале 2000-х годов. И, в общем, выяснилось, что, как делаешь такие приобретения дорогостоящие в одной ценовой конъюнктуре, то твоя маржинальность выглядит одним образом. А когда рынки меняются, и ты не можешь повлиять на себестоимость, уже до предела, доведя ее на себестоимость той продукции, которую ты производишь, то, в общем, все оказывается не так красиво. Поэтому мы находимся сегодня в нашем традиционном реале. Это российское производство, две большие производственные площадки, и вот ЧИТА, которая будет третьей большой производственной площадкой. Понимаю. Что для вас скроется в понятии эффективности? В области HR для нас было крайне важно понять, что мы должны изменить, как сделать так, чтобы компания не просто занималась высасыванием всех сил и своих сотрудников, а предлагала бы адекватную замену за качественный труд. И был этот диалог с работником не предметом торга «ты мне, я тебе», а диалогом, когда обе стороны одинаково заинтересованы в результате. При этом здесь есть еще, мне кажется, философская такая проблема. Если до 1991 года была, по крайней мере, понятна, великая миссия, уж я страдаю в холоде, страчу здоровье, но это пойдет на родину, на танк и так далее, то сейчас это пойдет, условно говоря, глазами многих на обогащение конкретного человека. Акционеров. Да. И государства. Потому что Норильский Никель – исправный налогоплательщик, традиционно формирует бюджеты почти наполовину как Красноярского края, так и Мурманской области. Поэтому у человека, как это работает в компании, должно быть четкое объяснение, а зачем я все это делаю. Вот как ему дать объяснение, заменив вот эту миссианскую, так сказать, спасение Родины? Ну, видите, как у нас у всех в жизни изменилась парадигма, да, мы все немного перестали говорить о спасении Родины и стали больше думать о том, что для себя, для своей семьи, для своих родных и близких мы можем сделать, да, что мы можем сделать для того бизнеса или для того дела, которым мы заняты. А наш ответ, ответ Норильского Никеля, зачем все это, он как раз про это и попытался сформулировать новый подход. Ну, например, мы считаем, что у компании «Норильский Никель» уникальные возможности по формированию профессионального опыта для человека любой специальности, ну, естественно, в ареале того, что мы делаем. И, конечно, журналист Никель всегда был кузницей кадров, всегда воспроизводил качественных инженеров, качественных управленцев. Наши выпускники, если можно так сказать, работали в разных отраслях промышленности, советской и российской. Менеджмент, который прошел через компанию, востребован от государственной службы до самых разных компаний. И в этом смысле это очень важная составляющая. Если человек понимает, что он приходит на работу в компанию, например, на 10 лет, для того, чтобы пройти определенный путь, для того, чтобы научиться делать что-то, что он в другом месте так не научится, то потом он будет востребован с этими своими умениями и навыками. В дальнейшем окажется очень интересен, как специалист, я бы сказала, способный меняться в зависимости от запроса, от ситуации. Это один из ответов на вопрос. Зачем? Да, для того, чтобы вырасти, состояться, для того, чтобы стать качественным, профессиональным. И вот эту миссию вам удается сотрудникам скоммуницировать? Начали мы ее коммуницировать активно. Для этих целей используем разные инструменты, традиционные наши, рычаровские, от формирования кадрового резерва и осознанного выращивания с кадрового ресурса, кадровой смены, до пересмотра наших образовательных программ. У компании свой корпоративный университет, который называется университетом не потому, что дает высшее образование, а потому, что очень разноплановые профессии мы предлагаем нашим сотрудникам. Мы пересмотрели часть этих программ и поняли для себя одну интересную вещь. За последние 15 лет компания активно наращивала обучение по, собственно, профессиональным различным вопросам и программам, то, что называется hard skills. Ну, условно, горно-рудные разные вещи, да? Да, то, что обязательно к сертификации, то, что является стандартом для тех или иных профессий, то, что связано с безопасным трудом. Много разных было направлений, в которые активно инвестировали. Ну, так получается, что мы, например, сегодня принимаем на работу к себе людей просто со средним образованием, без специального образования. И способны научить такого человека базовым знаниям для тех профессий, которые необходимы как в горе, так и в металлургическом нашем переделе. И это будет качественное образование. Способны потом повышать квалификацию и довести этого специалиста до самого высшего разряда у нас. Но оказалось, что этого недостаточно для того, чтобы человек чувствовал себя состоявшимся, во-первых. Во-вторых, для менеджмента выяснилось, что мы предлагаем очень, такую, я бы сказала, худшую программу. И если в... Ну, техникум. Производственный. Если производственный персонал у нас получал очень большой образовательный и качественный продукт, то менеджмент за эти годы не получил фактически ничего нового. Мы сами себя учили очень плохо. И это был еще один ответ на вопрос, что же делать. Обучать менеджмент другой эффективности управления как производством, так и всей надпроизводственной частью. Смотреть на лучшие практики. Вот у нас с прошлого года началась серия экспериментальных программ в сотрудничестве с разными российскими поставщиками таких образовательных услуг, известными не очень, для того, чтобы понять, как правильно обучать менеджмент. Зачем мы это еще делаем? Ну, например, когда мы пришли три года назад, стали смотреть на то, как компания управляет эффективностью сотрудников, и в том числе эффективностью менеджмента. Да, в компании были ключевые показатели эффективности. Но, например, у среднего менеджера на одном из заводов в Норильске таких показателей могло быть до 20. Он их не может соблюдать. И, наверное, ты еще и к оплате не привязана. Было привязано, но при таком объеме показателей очень трудно понять, а что же является драйвером, на что ты влияешь на самом деле, как ты вообще справляешься с этим объемом колоссальным. Ну и, строго говоря, руководитель, который ставит такое количество задач, не может быть эффективным, как руководитель. Ну, я думаю, что и у него у самого 20 кипей. Да, совершенно верно. Ну, это дальше было возгонкой. И вверх, и вниз спускалась. Поэтому мы полностью изменили ситуацию. Привязали выплату бонусов к системе ключевых показателей эффективности. Распространили эту систему на руководителей вниз, включая топ-тысячу компаний. Это почти 3 тысячи сотрудников. И сегодня развиваем эту модель, которая, безусловно, показала, что человек, когда он понимает свой объем задач, совершенно иначе с ними обращается. Хорошо. Друзья, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, а после этого внимательно поспрашиваем Ларису. Сейчас пока это все звучит в позитивном залоге, что мы взяли, поменяли, а сейчас мы поспрашиваем, как это летает на самом деле. Увидимся после перерыва. Друзья, мы продолжаем. С вами по-прежнему Константин Борисов, Support Partners, и Лариса Зелькова, Норильский Никель. Ларис, говорили о том, что вы вот так вот взяли и легко рассказали, как вы поменяли систему, где были неэффективные KPI, привязали ее к оплате труда. Но, наверное, это не просто на предприятии вашего объема. С чем столкнулись? Сопротивление? Что-то не работало? Вот вспомните, как вы меняли систему оплаты труда, сердцевину любого предприятия? Ну, про KPI как раз это была история довольно простая, потому что, как я уже сказала, в компании существовала практика ключевых показателей эффективности. Другое дело, что она была сама по себе неэффективна, что чудовищна. Мы постарались ее поменять. Живем третий год. Нам представляется, что машина это исправно едет. А вот что оказалось более сложным к тому, чтобы поменять, то это в целом система оплаты труда. Мы, как большая производственная компания, с большим советским наследством, с большой численностью, с большим количеством разрядов, и разных предприятий, и разнопрофильного труда, не имели новой, современной системы грейдов или позиций, по которым можно было бы расположить сквозно в компании всех сотрудников для того, чтобы сделать эту систему более сбалансированной, более справедливой, более логичной, ну и конкурентоспособной как внутри самой компании, так и по отношению к рынку. В этой связи мы решили сделать проект под названием грейдинг для того, чтобы переописать, пересобрать и переразложить все должности, которые есть. Проект сейчас находится на завершающей стадии, и вот он-то как раз оказался для нас сложным. А взяли методологию кого-то из западных игроков, типа Мерсера или Хея? Мы работали и работаем с Хея Групп. И здесь, в общем, выбор-то на самом деле был довольно простым. Мы искали провайдера, который представлен в России, и который имеет не только западный опыт, но и хорошую, развернутую российскую практику. Собственно, поэтому выбрали Хея. И дело не в провайдере, дело не в консультанте, а дело в трудностях, которые, как правило, возникают на этом пути внутри. У нас в компании не всем понравилась идея сравнивать себя друг с другом, как вообще посыл базовый. Ведь грейды, тем и хороша, что ты имеешь возможность установить внутренний баланс, внутренние веса должностей. И, как правило, это веса матричные, где разные факторы учитываются. И это, в общем, само по себе очень справедливое и правильное упражнение, потому что оно тебя приведет к очень такому логичному, последовательному результату. Но вот у нас оказалось, что именно эта идея и вызвала вот такое большое количество разных споров внутренних. Нам пришлось в несколько туров вести такие большие дискуссии с менеджментом для того, чтобы убедить коллег в том, насколько это важно. Мы преодолели, слава богу, этот этап. А как удалось это продать? Продать, прежде всего, за счет, я бы сказала, востребованности потом на рынке и вот этой вот возможности оценить себя по сравнению с весами того, что происходит в других компаниях. То есть мы продавали тему под названием «Сегодня ты работаешь в компании и находишься здесь на определенном грейде». Когда ты выходишь из-за двери компании, а жизнь такова, что все рано или поздно такого рода решения принимают, было бы здорово, если бы ты мог себя соотносить и предлагаться потенциальному работодателю уже с этим весом, понимая, кто ты, чем ты занимался. И понимая не просто субъективно, как это было принято в Норильском никеле или где-то еще, а оценивая, исходя из очень такой понятной и международной признанной системы. Это был первый важный аргумент. И второй важный аргумент, он был внутренний. Он был про то, что занимаясь ротацией людей внутри, в том числе менеджмента и не только менеджмента, важно, чтобы у тебя в компании была единая сквозная, непротиворечивая система оплаты труда, иначе эта ротация становится проблематичной. Ну и строго говоря, тебе очень трудно конкурировать внутри за трудовые ресурсы, если у тебя существует дисбаланс. Поэтому вот два таких важных аргумента позволили нам договориться внутри. И мы сейчас заканчиваем этот процесс. Надеюсь, что через год смогу рассказать о том, как эта система работает теперь. А помимо сопротивления менеджмента, может быть, борта, в верхней части руководителей столкнулись ли с сопротивлением профсоюзов, людей внизу структуры? Ну, нет. Нет, потому что всегда наши профессии и наши рабочие были упакованы в различные разряды. И в этом смысле система грейдов это продолжение, просто чуть более современное системы советских разрядов. Поэтому здесь какого-то серьезного противоречия нет. А вот про что нам пришлось побороться немного, это еще одна история. Мы создали систему сегментов, куда поместили сотрудников, в зависимости от того, в какой точке создания стоимости для компании человек работает, на каком предприятии, на каком производстве он занят, насколько уникальными навыками, уникальной профессией он обладает. Так вот, эта система не носит дискриминационного характера, потому что для сотрудника любого сегмента доступен базовый социальный пакет. У нас он носит абсолютно уникальный характер, поскольку компания расположена на Крайнем Севере. Мы ежегодно оплачиваем сотрудникам и членам их семьи, еждивенцам, проезд в отпуск. Но это, я так понимаю, вы еще обязаны по законодательству это делать? Нет, по законодательству мы обязаны делать это раз в два года. У компании другая практика, мы это делаем ежегодно. Мы предоставляем сотрудникам возможность санаторно-курортного лечения. И опять же, это система, которая доступна всем. Это входит в базовый пакет. Ну и еще ряд других интересных социальных практик. Но в чем смысл сегментации? Что ты получаешь инструмент по справедливому распределению доступа ко всем этим социальным программам. Означает ли это условно, что работник бухгалтерии будет иметь меньше благов, какие бы ни были, чем работник какого-нибудь плавильного цеха? Да, это означает, что сотрудник, который занят во вредном производстве, получает в своем рейтинге при доступе к тем или иным социальным дополнительным программам, которые в его сегменте положены, больше, чем сотрудник, который работает в офисе. И еще имеет значение, где находится этот офис. Этот офис находится в Норильске, например, или в Москве? Понимаю. Разговаривая с компанией, которая оперирует... Вы являетесь городообразующим предприятием. Да. И явно на вас лежит большая социальная ответственность. Вот с точки зрения ИЧАРа, наверное, эти деньги находятся в вашем периметре. Где вот эта справедливая грань между тем, чтобы не дать слишком много городу или муниципалитету, или не дать слишком мало? Как ее эмпирически найти? Ну, здесь видите, у нас же есть обязательная часть программы, да, это налоги. Понятно, что мы, как налогоплательщик, здесь не свободны совершенно. Ну да, тут вы должны, понятно. Да. Точно так же у нас есть ряд соглашений, которые заключались как с федеральными органами власти, так и с местными органами власти по развитию инфраструктуры, по переселению пенсионеров, например, что у нас существует в Красноярском крае, в Норильске. И еще ряд других такого же рода проектов. И они тоже нас обязывают, хотя это добровольно принятые на себя обязательства, выполнять эти самые соглашения. А есть задачи, которые связаны на самом деле с нашим уже собственным интересом корпоративным в отношении того, какими должны быть города, где находится наш бизнес. Не секрет, что сегодняшняя молодежь не рассматривает в основном для себя сценарий «пойду-ка я поработаю на завод после школы». Не рассматривай. А она рассматривает сценарий Google, в том случае, да? Всем интересны технологичные компании, комфортная среда, желательно приятный светлый офис, не пыльная, не грязная и не очень тяжелая работа. Понятно, что молодежь сегодня не очень заинтересована в том, чтобы работать на крупном производственном предприятии, да еще и в районах Крайнего Севера, за полярным кругом, где полярная ночь, полярный день и куча разных других проблем. Только если он из династии, а так... Да, но, опять же, Норильск, так же, как и Кольский полуостров, местный рынок труда никогда сам себя не воспроизводил. И в советское время тоже люди, которые работали в компании, они, как правило, приезжали на работу в Норильск, на Севера, известный термин. За большими деньгами и романтикой. Да, да, естественно. Большие деньги остались, мы по-прежнему привлекательны работодатели, у нас высокие зарплаты, выше, чем в целом по отрасли. Хотя и здесь тоже все не так просто, как в случае с ценами на наши металлы. И есть крупные промышленные города в России сегодня, которые уже составляют нам конкуренцию с точки зрения вознаграждения. Но для того, чтобы привлекать молодежь, хотелось бы предложить молодежи не только возможность получить хорошую профессию, о которой я уже говорила, но еще и что-то, чего больше нигде нет. Вот это что-то, чего больше нигде нет, и есть как раз качество городской среды, качество той жизни, которую ты будешь вести, работая в нашей компании. Понимаю. И мы, опять же, придя три года назад в Норильский Никель, затеяли ряд серьезных, больших перемен, сделали большую конкурсную программу грантов «Мир новых возможностей» для территории, где мы работаем. И это гранты на создание и поддержание любых инициатив, направленных на социальную инфраструктуру, на развитие возможностей людей и так далее. Мы вынуждены были, как компания, вместо государства тянуть интернет в Норильск, в смысле оптоволокно. Поэтому мы в начале 2017 года получим в Норильске оптоволокно, и, надеюсь, жизнь там и наша производственная, ну и вообще жизнь в целом тоже поменяется. Мария, наше время подходит к концу. У меня один главный вопрос, который я не мог не спросить у Норильского Никеля, как у компании с большим, тяжелым и опасным производством. Наверное, в зону ответственности HR относятся и health, safety, environment, охрана труда, экология и так далее. Ну, не совсем. У меня есть коллеги, которые вместе со мной этим занимаются. Вот сколько я не разговариваю с HR-ами с крупных промышленных предприятий, они бьются над тем, как повысить, как снизить коэффициенты травмоопасности и всего остального. И однажды кто-то мне сказал, что, слушай, мы все упираемся в базовый посыл, что русский человек в целом менее заботливо относится к своей жизни, что есть традиция там за родину закрыть абразуру грудью, и, в общем, мы всегда будем отставать от цивилизованных западных стран, в смысле health, safety, environment. Вот какие у вас наблюдения, и что в этом смысле делалось? Мы пока здесь ничего революционного не совершили. У нас не очень качественные результаты. по части травматизма, включая смертельные случаи. У нас это очень большая проблема. Мы только в начале этого пути. Мы совершили, я бы сказала, все необходимые ритуальные действия, все базовые шаги, которые необходимо сделать. Мы внесли показатели по травматизму, включивые показатели эффективности для персонала, менеджмента компании. Мы пересмотрели все регламенты, которые управляют процессом, чтобы производство было безопасным. Мы внедрили кучу новых стандартов на нашем производстве. Мы создали целую большую сеть, я бы сказала, что-то типа советов на производственных площадках, куда вошли не только менеджеры, но и рядовые рабочие, для того, чтобы интегрировать философию безопасного труда в повседневный процесс. Но пока, еще раз говорю, мы только-только в начале пути. И надеюсь, что, когда вы поздавите меня в следующий раз, мне будет что интересного про это рассказать. Дорис, хочу вас поблагодарить за то, что пришли. Спасибо. Будем ждать вас в следующий раз с отчетом об успехах. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.